Мы, представители зоозащитных организаций города Саратова-Энгельса, обращаемся с открытым обращением к прокурору Саратской области Сергею Владимировичу Филипенко. Уважаемый Сергей Владимирович, на протяжении длительного времени, при отсутствии закона об ответственном обращении с животными, на улицах нашего города и области творился полный беспредел. Происходил отстрел животных, их умершвление на глазах у детей и взрослых. И мы все с большим нетерпением ждали, когда же, наконец, наш долгожданный закон вступит в силу. Дождавшись вступления этого закона в силу, мы видим, что на улицах нашего города, к сожалению, ничего не меняется. И мы надеялись, что, по крайней мере, когда мы будем сталкиваться с фактами такого обращения, обращаться в правоохранительные органы, то, по крайней мере, будет какая-то отдача. Однако ничего такого не происходит, потому что, к сожалению, несмотря на наши многочисленные обращения по разнообразным фактам убийства животных, жестокого обращения, ничего не меняется. Как могу привести следующие факты? Например, по факту того, что было буквально на месте исполичным пойманной стрелки Дорстроя, было возбуждено уголовное дело, но до настоящего времени никакого ответа заявителю не пришло. Нам непонятно, почему виновные люди, которые, в общем-то, установлены уже были, они не привлекаются к ответственности. Следующий момент. Это, например, в городе Энгельсе было невероятно жестокое убийство собаки-кудряша, произошло в центре города. Имеются видеозаписи с камер. Да, мы писали многочисленные обращения от множества заявителей. Уголовное дело все-таки нам удалось добиться возбуждения, но, тем не менее, к сожалению, сейчас дело застопорилось, потому что в материалах дела имеется видеозапись, на которой, как мы полагаем, и запечатлен убийца-кудряша, но, тем не менее, данные видеозаписи полиция никак не хочет расследовать. Следующий момент. Произошло также убийство котенка. То есть один гражданин решил постирать котенка просто ради веселья в стиральной машинке и выложил данную видеозапись в сети интернет. Имеется видеозапись клиники, где видно, то есть потом этого котенка принесли в клинику. Имеется видеозапись с клиники, на которой видны лица людей, которые его приносили. Было также несколько заявителей по данному факту в полицию, однако никакого ответа этим заявителям не последовало ни отказа в возбуждении уголовного дела, ни постановления о возбуждении, несмотря на то, что все процессуальные сроки к настоящему моменту уже прошли. По поводу Дорстроя. Мы писали заявление в полицию, и нас интересует такой вопрос. Почему исполнители, которых поймали на месте преступления, у которых при себе имелось оружие и запрещенные химические препараты, до сих пор на свободе, и не было никакого суда? Почему бывший руководитель организации Дорстрой не понес никакого наказания, а сейчас возглавляет другое муниципальное предприятие? Уважаемый Сергей Владимирович, также хочется обратить ваше внимание на случаи, которые произошли в Ленинском районе города Саратова. Это именно по массовому убийству щенков на стоянке в Ленинском районе, где человек при свидетелях, не на одном, а трех свидетелей, произвел выстрелы из пневматического оружия по щенкам, загрузил их трупы в багажник и уехал. То есть заявителю также поступила угроза о том, чтобы она забрала свое заявление из полиции. В дальнейшем человек, который был исполнителем этого происшествия, признался в кабинете полиции, что да, он это сделал. Но опять же, никакого ответа о возбуждении уголовного дела заявителю не пришло. Опять же, хотелось обратить ваше внимание еще на один факт, то, что такими делами у нас в городе Саратове абсолютно, да и в Энгельсе тоже, абсолютно не хотят заниматься. Все это спускается на тормозах. И поэтому мы просим вас взять все эти дела на свой личный контроль. Я являюсь заявителем по делу о массовой травле собак в поселке Дачном, в Саратовской области. 1 июня произошла травля собак, 3 июня было написано заявление в отдел полиции. 3 июня также была отвезена одна из собак на экспертизу. Точнее, труп собаки, а не собака. С того времени уже прошло больше месяца, практически 39 дней. И ответа до сих пор никакого не поступало. Ни в письменном виде, ни звонков, ничего. Хотелось бы узнать, по какой причине наше дело не расследуется. Также, Сергей Владимирович, хотелось бы, чтобы вы взяли на личный контроль дело по приюту Рич. Частный приют Рич, деревня Юривка. Было массово подано заявление во все инстанции. Заявления не дали результатов. К вам тоже поступало данное заявление, лично на вашу фамилию и имя отчество, по результатам которого также никакой ясности на данный момент нет. Ситуация с Рич очень такая плачевная. Дело в том, что данный приют находится в деревне Юривка. Недалеко от приюта, около 100 метров, находится водоем. Около территории приюта Рич мы обнаружили захороненные останки животных. Что приводит к выводу о том, что данный водоем может быть заражен биологическими отходами. В данном приюте также антисанитария, то, что подтверждено уже ветеринарным осмотром. Поступают новые животные в данный приют бесконечно. Они заражаются. В общем, ситуация очень плачевная. Местные жители не раз писали по поводу приюта тоже в разные инстанции. Мы также написали в администрацию муниципального образования поселка Михайловка. Ответа не поступает уже в течение двух месяцев, что нарушается закон. Поэтому мы просим вас взять на личный контроль данную ситуацию с частным приютом Рич. Этот репортаж ведется из поселка Придорожное Энгельского района. Две недели назад здесь была зверски убита собака. Предположительно, двумя лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Один из которых был ранее судимый. Сейчас ведется расследование о возбуждении, либо о невозбуждении уголовного дела. Хотели приехать, честно говоря, волонтеры мы сразу, но все люди работающие не смогли приехать. Приехали, к сожалению, две недели позже. Вели разговоры с местными жителями. Здесь мнения очень разделились. Конечно, люди возмущаются стаями собак. Но, как выясняется, собак выбрасывают дачники, подбрасывают щенков, кошек и так далее. Конца этому беспределу, в принципе, не видно. Если люди не изменят отношение к животным, собаки сами по себе не появляются. Во всех западных странах цивилизованных этот вопрос давным-давно решен. Путем стерилизации. Животное, которое не представляет племенной ценности, Оно в обязательном порядке должно быть стерилизовано, чтобы не давало потомство и чтобы не было вот таких диких стай. Очень бы хотелось, чтобы у нас этот закон наконец-таки заработал. И были приняты какие-то действительно действенные меры не только к животным. Это я к вопросу стерилизации, что нужно стерилизовать. А к вопросу к владельцам животных, выбрасывающих этих несчастных животных на улицу. Просим считать это видео официальным обращением к прокурору Саратовской области Филипенко Сергею Владимировичу.